Друзья, привет! Это канал Евтушенко Live. Я сегодня в Лужниках, где проходит день московского спорта. Главное событие вечера это мастер-класс по боксу от Алины Загитовой. И самое интересное, уже в начале мастер-класса произошел такой курьез, когда ведущий назвал Алину Камилой Валиевой. В общем, самые интересные моменты этого мастер-класса я покажу в этом видео. Обязательно ставьте ему лайк, подписывайтесь на канал и давайте смотреть! Алина, как настрой? Все хорошо. Алина, какие у вас эмоции? Я очень волнуюсь. Чемпионка Европы, чемпионка мира, обладательница всех возможных наград. Дамы, господа леди жертвы, встречайте Камилу Валиеву! Добрый вечер! Камила, вы сегодня обойдите на этом ринге не отдал. Алиночка, ну ладно мне, простительно, я и так лысый. Перестаньте, все. Потерял уже все волосы. Немножко переделаем, потом двоечку отработаем. Ну, еще что-нибудь поимпровизируем. Может быть, нам зал что-то подскажет. Но я думаю, что самые простые. Потому что Алина занимается недолго, около месяцев. Она только пришла в бокс. И она его только познает. А там очень много нюансов, мелочей и так далее. Мы просто сегодня немножко попробуем перед вами потренироваться вместе. Правильно? И что, снимаем халаты? Поехали! Снимаем халаты красиво под музыку. У всех мужчин сейчас в голове играет красивая музыка. Очень быстрые движения. И если ноги не размяты, то, возможно, в это подтянем. Поэтому очень важно, чтобы ножки были готовы. Большой нагрузки, большой скорость. Это может быть... Ты не думаешь, у тебя какая-то не было? Да, ножки. В видео не зайдешь. Другую ножку, да. Вращение тазом. В одну сторону. В другую. Амплитуда побольше. Вращение туллищем. А теперь вращение туллищем вперед-назад. То есть с ногами пошли вперед. Назад. Вращение руками. Левые. Правые. Махи руками. Кисти. Ну, дальше я уже прокомментирую. Кисти. Разогрей кисти. Бьем чем? Бьем чем? Бьем, соответственно, руками. Кистьями получаем куда? Правильно. По лицу. Ну, надеюсь, сегодня без этого тренер-перчатки. Друзья, понимаешь? Тренер должен заботиться о своих подопечных. И начнется мастер-класс. Микки, можно даже музычку организовать? Так будет веселее. Пароманчили в своих глазах. Главное движение. Двигаемся, двигаемся и еще раз двигаемся. Какая великанная техника копирования. Казалось бы, где фигурное катание и где бокс? Да, рядышком, друзья, рядышком. Очень близко. Максимально близко друг от друга. Правая рука у подбородка. Удар наносится левой рукой. Алина, давай, мы тебя поддерживаем. Ну, господа зрители. Когда вы еще такой звездный дуэт увидите? Только на телевидении наверняка. У нас здесь все живьем. Абсолютно эксклюзив. Молодец. Молодец, считается в глазах Олега. Молодец. Самое главное, чтобы Алина не применила эти навыки на следующей тренировке у себя. Это исключительно в целях саморазвития, скажем так. И потом идет разворот ноги, таза, туловища. И удар правой. Очень важно, чтобы был разворот. Вот этот вот. Мы просто сейчас потихонечку попробуем его. Нет, мы сейчас пока не двоечка, а просто правой рукой попробуем. Итак, делаем удар правой рукой. И постепенно подключаем ногу. С разворотом бедра. Очень важно в боксе правильно переносить вес тела. Ведь удар совершается не только касанием вашего перчатки, в данном случае кулака, по оппоненту, но и переносом веса тела. У Алины, мне кажется, у Алины все прекрасно получается. Заслужит аплодисменты. Браво! Сейчас количество подписчиков в Инстаграме у вас, мои драгоценные, просто воу, до небес. Продолжаем дальше. Хочу сказать, очень прилично. Очень приличные удары. Комментируем, позвоните за эту вслуху. Двоечка, а потом уход. В боксе очень важно делать три действия. Подготовка к атаке, атака и выход из атаки. Если выхода из атаки нет, ты пропускаешь ответный удар. Поэтому сейчас двоечка и шаг назад. Итак, двоечка и шаг назад. Вошел в атаку, атаковал и вышел из атаки. Все правильно. Молодец. В каждый удар вкладывается. Судя по красным щечкам, ей это очень нравится, друзья. Молодец. Слушайте, бокс это весело, правда? Когда такие звездные гости на ринге. Так, продолжаем. Теперь добавляем третий удар в комбинацию. Отлично. Господа зрители, все уже сделали фото, видео, правда? Молодцы. Не забывайте про наш кэштег «Я в спорте». Отлично. Отлично. Где поддержка, господин зрители? Где поддержка? Здесь уже поддержка нужна господину Саидову, хочу сказать. Продолжаем. Третью, что называется. Итак. Двоечка с шагом назад. Если вдруг ваш оппонент или соперник оказывает на вас давление, в том числе психологическое, этот прием будет крайне полезен. И весьма незаменимый. Вы знаете, мне нравится сосредоточенность. Насколько сосредоточен взгляд у спортсменов. Это уже профессиональная привычка, этого у них не отнять. Браво, аплодисменты. Классно. Живая? Живые? Все отлично. Ну что, продолжим что-нибудь экстраординарное. Давайте попробуем простой элемент. Он называется сайдстеп. Это шаг в сторону. Он очень важен. Когда соперник раз атакует, бежит на вас, этот удар поможет вам провалить его. То есть он делается таким образом. Сейчас Алина будет отказаться мне, я покажу. Ага, Алине разрешили атаковать. Алина, атакуйте. Оп. Сайдстеп. Аплодисменты. Ну что, попробуем? Делается таким образом. За вами очень забавно наблюдать, я вам хочу сказать. Честное слово. Не только мне, но и с ним собравшимся. Итак, элемент называется сайдстеп. Сейчас за 15 минут, мне кажется, Алина освоит базовый курс бокса. Даже несмотря на то, что она занимается, с ее слов, уже полтора месяца, мы, разумеется, это проверять не будем. Поверим на слово. Поверим на слово. Но все прекрасно. Координация движения. Здорово. Ты за мной, за мной и бить. Отлично. Громкие шлипки. Это явно признак того, что удар пришелся, что называется, в цель. Неплохо. Неплохо. На этом все, друзья. Ваши аплодисменты. Браво. Браво, господали и джентльмены. Алина Загитова. Вау, бонус. Браво. Курс молодого бойца. Вы, мэнер концентра, прошла. Ваши аплодисменты. Браво, 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 браво. Спасибо вам, господа, спортсмены. Но на этом мы не останавливаем. Номер 13. Алисандр Шуев, как и Миша Редкин. Номер 14. Здравствуйте. Миша тоже совершенно не был на первом отборе. Коллеги, все готовы? Да. Отлично. Мы только что с Эликом разговаривали. Он сказал, что почувствовал легкий мандраж, что ли, перед тем, как выйти на ринг. Алисандр Шуев, как и Миша Редкин. Слишком много зрителей для вас не бывает. Ну, на самом деле, я себя чувствовала вполне спокойно, потому что я уже примерно знаю что-то в боксе, но все равно с таким профессионалом так страшно выходить на ринг. Ну, собственно, о самой тренировке, что новое изучали? Знали ли вы уже эти движения? Как все работалось? Как вам нравилось? Все эмоции? Все равно, всегда есть на чем работать. Куда стремиться, понять. Поэтому я думаю, что всегда что-то новое для себя подчеркнешь. И поэтому здесь я сделала именно то же самое. Что-то новое тоже. Можно, конечно, очень долго спросить про то, что происходило в ринге, но обретал внимание на то, как... Мне кажется, понравилось боксерская роман тебе перед этим, как выйти на примере, как ты звал. Ну да, мне, конечно, этот халат не понравился, потому что, во-первых, там было имя, фамилия Загитова. Во-вторых, это что-то новое тоже для меня, потому что обычно мы выходим просто в обычных оптах, в качестве гумии. И, что уж говорить, это другой совсем не спорт. Минтовали сегодня здесь? Да. Ну, на самом деле, сегодня я первый раз минтовала сама себе. Обычно меня тренировали в стойке, но тут вот я личка свободного полета была. Кто помогал или не помогал совсем? Марк Петрович, шпион мира в Тулоэс. Ну, я решила, что я сама сегодня живу в этой стерзе. Как долго вы готовились к этому спаррингу и как долго занимаетесь при тебе боксом? Прима, смущительно. Да, ну, на самом деле, я достаточно недавно жила в Тулоэс, буквально полтора месяца назад. Но я уже, мне кажется, как мой тренер, по крайней мере, говорит, я очень быстро обучаюсь. Поэтому вот так мне очень нравится этот вид спорта. А второй вопрос какой был? Сколько часов в день вы занимаетесь, сколько дней в неделю? Ну, на самом деле, как получится, потому что первое для меня это фигурное катание. Поэтому я пытаюсь совмещать. И если там тренировок нету, то я иду на бокс. Но, наверное, 3-4 раза в неделю я занимаюсь по часу. А в принципе, почему вы решили поменять койки на боксерские перчатки? Скорее, даже добавить. Не буду, а не поменял, да. На самом деле, добавила. Потому что я всегда даже с самого детства занимаюсь помеху гурных катаний еще чем-то. Но это нужно для того, чтобы мне это помогло гурных катаний. Поэтому это всегда как дом занятия. Вот и так же здесь я решила, что это больше поможет мне набрать фигурную корпорацию после отпуска. Поэтому выбрала для себя на боксер. А почему именно боксер, почему для других спортов, там спортзалы, плавание, почему именно бокс, стритбол? Ну, на самом деле, это всегда очень разнообразные тренировки. Во-первых, во-вторых, координация, умение, выносливость, естественно, скорость. Всем хочется работать. Опять же, после первой тренировки я почувствовала, что у меня вообще другие мышцы работают, которые я даже не знала, что они есть. Вот, поэтому я добра этот путь и думаю. Хорошо. И, честно говоря, важный вопрос. Манектируя у нас тоже сложная перчатка. Да, я сделала недавно манектирую. Почему-то решила за долгое время первый раз тростить. И, на самом деле, наоборот, не мешает, наоборот, даже помогает. Тошечка такая. Ну и сегодня день московского спорта. Как вам этот праздник? Где вы были? Может быть, что-то уже другое посмотрели? На самом деле, я очень рада, что Москва делает такие большие мероприятия. И всех людей сплачают в спорте. Это очень важно. И надеюсь, что я тоже помогаю людей как-то привязывать к спорту. Сейчас у меня получилось это сделать. На самом деле, я еще не успела погулять. Только сейчас вот после бокса будем вместе пробуляемся. Я посмотрю, что здесь интересно. Ну, а какие планы у вас в боксе дальше? Будете дальше заниматься? Да, конечно. Пока у меня все по плану. Если будет как раз-таки шоу в августе у Татьяны Александровны в Сочи, в этом плане, я думаю, что пока будет отдых от бокса и будет только фигурное гадание. Два круга! Спасибо большое, коллеги! Можно купать за вопрос? Сидеть, да? Сидеть, да? Спасибо! 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 Врывай! Пожалуйста!